Марина Власова, ожидая начала судебного заседания, очень надеется, что правосудие наконец свершится. Хоть женщина и уверена в том, что обвиняемую Ирину Мустафину наконец реально накажут за ее преступные деяния, но определенные опасения все же есть. В прошлом заседании должно было быть приговор и последнее слово, но опять Мустафина очередные уловки свои предоставила суду и суд опять как бы принесся. То есть мы ждали вообще наказание ее же, как должно было быть по предыдущему заседанию с большим перерывом. То она значит заболела, у нее был какой-то гипертонический криз, представила опять же фальшивый больничный лист города Анапы, как мы думаем и как мы узнавали. И вот такая затяжка времени. Ирина Мустафина обвиняет в вымогательстве крупной суммы за мнимое крышевание игорного бизнеса. В 2016 году Власова открыла незаконное заведение, где установила 15 игровых автоматов. Мустафина, по словам предпринимательницы, за вознаграждение в 1 миллион 200 тысяч пообещала ей надежную защиту. Но этого не случилось, изведение прикрыли. Власовой назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Предпринимательница, видимо, решила проучить свою горе крышевательницу. И донесла набывшего адвоката в полицию. В момент передачи очередной партии денег Мустафину задержали. Деньги берутся под людей, которые, извините, ни ухом, ни рылом вообще не ведают о существовании. Вообще такой мадам в природе, да? У него не берутся деньги. В социуме, да? И в социуме создаётся мнение, что там вот все сидят, только и ждут, что им кто-то принесёт какие-то деньги. Понимая всю серьёзность представленных доказательств и угрозу реального срока, Мустафина полностью признала свою вину и начала сотрудничать со следствием. На сегодняшнем заседании её защитники представили двух свидетелей. Первый – это сотрудник ВСИН, который следит за выполнением условного наказания. Его Мустафина получила за пособничество в даче взятки бывшему федеральному судье Анне Хохловой. Второй свидетель – бывший муж Мустафины, который пытался объяснить суду, что в случае назначения бывшей жене реального срока он не сможет обеспечивать ребёнка. А также следить за ним по причине ухода за больными родителями. Ирина – она просто, знаете, настоящая мама. Она как бы своего ребёнка, она его очень сильно любит, он её сильно любит, он к ней так привязан. Поскольку вот сейчас у нас как бы… он ко мне не привязан сейчас совершенно, у меня приходный возраст, поскольку он только с мамой. То есть, ну, эта любовь просто какая-то неописуемая. Он так любит свою маму. Вот. И что бы я хотела ещё сказать. Она всё-всё-всё-всё делает для него. Обвиняемая Мустафина рассчитывала, что суд проявит гуманность. Ведь на момент совершения данного преступления у неё фактически ещё не было условного срока. В последнем слове женщина просила заменить лишение свободы более мягким наказанием. Например, штрафом. Учитывая мою личность, учитывая то, что у меня наождевение малолетний ребёнок, учитывая активное способствование расследованию этого преступления, заглаживанию вреда в полном объёме перед Власовой, то есть как бы оснований для применения самой суровой меры пресечения, в отношении меня, ну, как бы я полагаю, что нет. Ну, а здесь как решит суд. Октябрьский райсуд решил назначить Ирине Мустафиной наказание в виде лишения свободы сроком 4 года и 4 месяца. Отбывать его бывший адвокат будет в колонии общего режима. Кстати, как стало известно, на данный момент Следственный комитет расследует ещё одно уголовное дело в отношении осуждённой по более тяжкой статье. Так что фамилию Мустафина мы услышим, видимо, не раз. Константин Миронов, Артём Горчаков. Шестой канал.